добрый день сегодня первая рулетка будем крутить герой лучник довольно очень хорошая у нее получается навык по одной цели также она усиливает луки именно урон плюс есть контратака можете посмотреть навыки довольно очень хороший герой плюс он легендарный крутить будем на сто раз чтобы собрать максимально награду и посмотреть насколько сможет прокачать данного героя перейдем непосредственно к самой рулетке здесь они покупаются за кристаллы также есть пакеты где продаются карточки если вы все карточки не успели потратить то они сохраняются до следующей рулетки по мне рулетка это самое выгодное вложение в игре здесь падает очень много ускорений много ресурсов много звезд для прокачки героев постройки и армии справа есть вопросик там идет счетчик прокрутов каждый 50 прокрутов клетки вам будет давать 10 фрагментов легендарного героя от разус кингс отличается тем что там дает 8 здесь 10 сам я играю магами основной отряд у меня маги довольно очень сильно нравится но нужен тот отряд который будет танковать лучники конечно это не самый хороший выбор можно сказать самый плохой выбор у этого героя есть контратак может быть буду ставить ее с каким-нибудь героем который дает защиту есть тэйя к примеру у него общие и есть нико который тоже дает контратак у этого героя контратака не постоянно с шансом на выпадение но буду стараться лучников прокачать именно на здоровье так как защита слабая и чтобы по максимальному они получали урон и выживали максимально дольше герой очень хорошо дает урон поэтому в принципе луки еще и должны будут дамажить магов я прокачал полностью защиту довольно очень хорошо танкуют на удивление прям довольно очень хорошо плюс с артефактом на защиту у меня капля также артефакт лечит потом буду также еще рулетки крутить хочу посмотреть сколько рулетки дадут мне прокачать данного героя так как здесь событий практически нету универсальный головы практически не падают вообще и насколько хватит рулеток чтобы прокачать данного героя в идеале я хочу сделать два отряда лучника и три отряда мага получается пятый тип воинов которые светлячки будут они считаются магами соответственно всю науку которые буду прокачивать магам будет усиливать их если вы играете за эльфов у вас пятый отряд птицы это кавалерия если за орков то у вас лучники наездники они считаются к лучникам все науки которые будут прокачивать лучников именно в исследовательском столе будет усиливать их поэтому здесь желательно по мне примеру если вы начинаете играть убирать лучше в начале эльфа прокачивайте героя именно их него который специализируется на луках потом переходите на орков если вы собираетесь играть в лучников у мага все проще у мага вы начинаете играть расу не надо будет менять там и пятый тип тоже маги такое ощущение что не хватает четвертого типа расы надеюсь скоро добавят где пятый тип войск будет пехота тогда уже можно будет думать о прокачке пехоты в виде защиты но также по мне по крайней мере так как я попробовал механику игры если вы играете ближним боем то вам желательно убирать полностью игру ближним боем например кони пехоты если вы дальним боем играете то желательно убирать дальним боем потому что один на один здесь бит практически нету бою итальянцы против друг друга именно толпа на толпу и соответственно если с толпы кто-то вперед выбегает будь это пехотинец или коница все начинают атаковать как правило если добегают там два-три ударов ну или если вы играете в группе людей вас там 10-15 человек вы выбрали один тип войск коницы пехота конечно вы можете обходить данную толпу вырезать со спины тех кто подходит или кто подступает только в этом случае пехота или коница будет играть значительную роль но стоять против друг друга и обмениваться ударами по мне пока только с большим большим донатом там должно быть все на максимум и артефакты и наука и т4 быть если у всех т3 если у них т4 то у нас т5 друг другом случае пехота просто не выживает но это чисто мое мнение по крайне то мнение которое сложилось впечатление об этой игре конечно сколько игроков столько вариантов игры вариантов создания отрядов техники игры давайте будем смотреть рулетку надеюсь мне довольно очень хорошо упадет кстати все универсальные кристальчики которые не падают здесь я буду именно много тратить так как прокачать здесь на легендарную очень сложно у меня лилит легендарная и качаю я велен это будет мой первый отряд потом второй отряд будет магов это фиолетовый и третий отряд магов это будет пятый тип войск со светлячков и два третий отряда лука но это конечно не сразу это заготовка на будущее далекое будущее пока играю только одним отрядом потому что проблемы с войсками проблемы с героями также надо это все лечить и у нас постоянно как я начал играть со второго дня началась война и идет она бесконечно потому что игра здесь именно заставляет воевать здесь идет честь за честь вы можете покупать плюшки соответственно какие-то союзы если вы где-то послабее очень сложно заключить так как на вас будут оформить данную часть и и и и и и и кстати при каждом упадении десяти фрагментов счетчик где вопросик обновляется даже если он не дошел до 50 в начале я думал если среди не выпадет еще плюс пятьдесят будет супер но нет счетчик обновляется даже если 30 40 всего лишь накручено если фрагмент купол еще начинается Собираем сундучки, где дополнительные награды и прокачиваем героя. Выпало не совсем еще много, я вам скажу, рассчитывал я на много больше фрагментов, судя как не падал с рулеток Рассиус Кингса. Ну и еще с учетом, что здесь нету пока нормальных событий, очень маленькие события по дропу универсальных скульптур и без кристаллов. В этом буду все вкладывать в силу его мага. Надеюсь получится его сделать легендарным. В связке с лилитом он довольно очень хороший, единственное его надо ставить первым, но у меня так получилось, что лилит сейчас выше уровнем. Оба будут в 60, буду ставить его первым, так как вот этот навык последний дает минус защиту от магии. И здесь кстати есть еще крит магический, пока еще до конца не разобрался как он работает. Спасибо всем за просмотр, также запишу вторую рулетку, посмотрим сколько там выпадет, ну и третью. Пишите комментарии, буду обязательно читать.